Дошла сегодня очередь до перца, который я покупала в магазине. Я показывала вам, я купила тогда красный перец, очень крупный такой и желтый. И вот в этой плошке красный магазинный перец, посеянный 12 февраля. Надо было чуть раньше его распекировать, но времени у меня не было, поэтому вот только сейчас взялась за этот перчик. Но в принципе, вот в таком возрасте перец очень хорошо выносит пекировку. Я приготовила вот такие стаканчики и уже начала высаживать сюда. И обязательно подпишу, я хочу за этими перцами понаблюдать. Посажу их отдельно, поставлю табличку какую-то и посмотрю, какая будет урожайность у магазинного перца. Сорт мне неизвестен, к сожалению. Но перцы, конечно, очень крупные. Когда я показывала эти перцы, то у каждой перчинки было 4 верхушки. Вернее, на попке было 4 бугорка. И некоторые зрители мне написали, что перец делится на женский и мужской. Что я хочу сказать? Значит, агрономы отвечают на этот вопрос, что это все сказки. Перец однополый, он не делится на мужской и женский. Поэтому не считайте на попке вот эти бугорки, как говорится. Так, ну что, значит, перед пикировкой я очень обильно проливаю землю. Вот прям очень хорошо проливаю. Так сеянцы легче вытаскиваются. И что я заметила, у этого перца прям чувствуется, знаете, мощь такая. Прям мощь. Такие упругие, толстенькие стебелечки. Ну просто красота. Люба дорого прям вот взяться за него. Вот. В основном семидольки хорошо скинула. Но вот единичные есть экземпляры, которые не скинули семенную оболочку. Я как-то, по-моему, в позапрошлом году вам об одном способе рассказывала, как ускорить удаление вот этих семидолек, которые остаются на сеянцах после всходов. И это касается любой культуры. Будь то петуния, перцы, томаты. В общем, что хотите. Видите, способ интересный, никто об этом не говорит, но он очень действенный. Я напомню сейчас, в общем-то, кто не смотрел. Короче, что нужно сделать. Нужно на семидольку, вот на эту, просто плюнуть. Вот. И плюнуть так, чтобы слюна попала именно вот на эту оболочку. Все. Достаточно вот вашей слюны одной капельки. И под действием слюны очень хорошо семенная оболочка размягчается и сама отлетает. Можно так. Можно из пипеточки просто аккуратненько эту семидольку смачивать. Но смачивать активно, несколько раз в день. И тогда она тоже размягчится и сама отпадет. Но слюна надежнее. Это вот такой интересный способ. Поэтому, кто не брезгует, берите себе этот способ на заметочку. Помогает очень хорошо. Я из подвала взяла ящики. Вот шесть штук. Помыл их. Они чистенькие. Сейчас немного вода с них стекает. И муж притащил вот такую деревяшку. Я ее каждый год использую для рассады. Она широкая. И сейчас я на балконе буду освобождать место для того, чтобы установить конструкцию для рассады. Из ящиков мы делаем, как сказать, ножки, что ли. Ну, в общем, подставки будут из ящиков. Это очень удобно. Это надежно. Выдерживает хороший вес. Вот. И по высоте нормально. Мне нужно дополнительное место для рассады. Значит, пойдемте на балкон. И вот смотрите. В общем, стол у меня весь почти занят рассадой. Что я хочу сделать? Вот та широкая доска, по-моему, она вмещается у меня вот сюда. То есть по ширине вот этой стены. И я буду сейчас все убирать с пола. И вот так буквой Г будут у меня стеллажи для рассады. То есть вот стол. И вот возле той стены будет вот эта доска. Вот этим я сейчас и займусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА